Первые серьезные вспышки ОРВИ фиксируют на Южном Урале. Хотя эксперты предрекали эпидемию только в конце декабря, уже сейчас в Снежинске отправляют на карантин целые классы школ. В городе уже зарегистрированы 504 случая заболевания. Юлия Савосина с подробностями. Сегодня у учителя начальных классов Ирины Ивановой много свободного времени. Можно не торопясь заполнить журналы и проверить тетради. Перед женщиной класс с пустыми партами. Школьников отправили на карантин из-за большого количества заболевших ОРВИ. Но без домашнего задания, рассказывает педагог, ученики не останутся. Благодаря современным компьютерным технологиям на сегодняшний день обучение возможно с помощью электронного журнала или так называемого сетевого города. Домашнее задание на предметы, которые были бы по расписанию на текущий день, каждый день, ежедневно я выкладываю в эту систему. В снежинских школах целые классы закрывают на карантин. В городе резко возросло число заболевших ОРВИ. На внеплановые каникулы только в 121 школе отправлено 6 классов. Два третьих, а также один первый, пятый, шестой и восьмой. Лечиться дома отправляют учеников и других школ города. На карантин закрывают те классы, где заболело 5 и более учеников. Однако отмечают, что болеют не только школьники, но и взрослые. Зарегистрировано 504 случая заболевания ОРВИ. Грипп не зарегистрирован. Это выше на 11%, чем заболеваемость на предыдущей неделе. Но ниже эпидпорога на 13%. То есть сейчас у нас отмечается сезонный подъезд заболеваемости ОРВИ. Для профилактики простудных заболеваний врачи советуют при эпидемии носить медицинские маски, а также чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение. При первых же симптомах болезни лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Юлия Савосьна, Ольга Марфенкова, Евгений Тимченко, ОТВ.